Всем привет, с вами МорВК и у нас в программе в некотором роде новый прем. На этот раз пополнен флот Великобритании крейсером Белфаст 43. С тем учетом, что уже в игре есть просто Белфаст, то интересно разобраться, найдет ли славу имбы эта восьмерка. Ну а для этого мы, как и всегда, разберем характеристики корабля и сборку, с которой играл лично я. Ну что ж, приступим. И сначала оценим потенциал выживаемости корабля в бою, который складывается из живучести, маневренности, маскировки и расходников. В плане живучести Белфаст 43 непримечателен. Базовый запас очков боеспособности всего 38400 при ПТЗ в 4%. Такие цифры далеки от эталонов мечтаний. Но для уровня вполне себе средние. ПТЗ только небольшое, но оно все-таки есть. Правда толк, само собой, от него никакого нет. Ведь мы крейсер, и попадание любой торпеды всегда будет весьма ощутимой просадкой по прочности. На броню здесь рассчитывать не приходится. Нашу обшивку легко пробивают фугасы, а ББшки мы танкуем цитаделями или сквозняками. На все воля благословенного рандома. В бою же лучше вообще поменьше светиться и искать позиции, откуда удается безнаказанно наносить урон. Или врага, который по своим действиям в бою напоминает союзника и нифига не стреляет. Ну а для успешного выживания в бою нужно по максимуму пользоваться маневренностью и маскировкой. Что заранее скажу не так уж и просто. Маневренность у корабля не создана для каких-то динамичных битв. Скорость хода в 32 с половиной узла не может позволить стремительных перемещений по карте. При этом вы не сильно отстаете от каких-нибудь быстрых аппаратов и не можете далеко вырваться вперед от линкоров. Условно говоря, вы часто оказываетесь где-то посередине, как и большинство крейсеров. И смотрите, как те, кто спешит, сливаются, а те, кто всего боятся, не могут подойти чуть ближе, чтобы сопортнуть. Из-за чего на вас падает большая роль. Вы то звено, которое может усилить и атаку, и успеть выстроить оборону. Ваше перемещение по карте должно быть осмыслено, и вы должны четко представлять у себя в голове план, чего вы хотите добиться тем или иным маневром. Если этого не будет, то может какое-то время в бою вы и поживете. Может быть даже постреляете, но потом окажетесь в такой ситуации, что уже не успеваете убежать от противника, и вас будут карать. Проблема этого корабля в плане маневренности именно в том, что он крайне плохо способен отмансить вражеские залпы. Точнее даже сказать, он бы мог неплохо уклоняться во время маневров, ведь циркуляция 680 метров позволяет это делать. Но и за время перекладки рулей в 9,9 секунд вы становитесь плавно виляющим по воде бревном, в которое промахиваются только слабые игроки, коих конечно много, но в критических ситуациях маневренности не хватает. Помимо этого, если в бою много эсминцев, то лучше не зевать, ведь торпеды тоже представляют серьезную угрозу, ведь маневренности для уверенного уклонения не хватает. Конечно, порой при должной удаче можно и избегать попаданий, но рано или поздно лимит везения будет исчерпан и дорога будет одна, лишь в порт. Только здесь нужно отметить, что прям вот сразу отчаиваться не стоит, потому что у корабля есть габ на постоянной основе, который обнаруживает корабли до 5 километров, а торпеды до 3,5. У вас будет возможность при необходимости повысить свои шансы на уклонение от торпед. Этот момент, конечно, радует, но наибольшее влияние на выживаемость оказывает маскировка, ведь стоит иной раз пытаться выживать не за счет активных маневров, а за счет более скрытных действий. Базовая заметность кораблей 11,3 километра, а самолетов 7,2. И в силу одного большого обстоятельства, о котором немного позже, стоит не забывать еще о такой цифре, как заметность после выстрела ГК в дымах, которая составляет 5,3 километра. Ну и как вы понимаете, такие довольно неплохие цифры нужно будет улучшать. На фулл прокачке заметность кораблей составляет 8,9 километров, а самолетов 5,8. Что же касается заметности после выстрела, то она не меняется и статично. В конечном итоге тут нужно понимать, что данный корабль крайне мало заметен, из-за чего можно хорошо сближаться для получения инициативы или саппорта эсминцем на точках. Можно в большинстве ситуаций перестав стрелять отсветиться и выйти из боя, к примеру. И у вас в принципе масса способов применить такую маскировку, как в атаке, так и обороне. И именно с маскировкой сочетаются еще такие важные вещи, как расходники. И от реализации именно инвизы и расходников зависит успех в бою. Думаю, стоит перейти к сути расходников. Про габ я уже сказал ранее, уникальности в этом нет. А фишка этого Белфаста в том, что он обладает дымовой шашкой по типу британских эсминцев. То есть можно ставить короткие дымы, которые откатываются так же быстро, это позволяет вести динамичный бой, без долгой привязки к одной позиции. Постреляли, отступили или дальше вперед пошли и вновь повторили такую несложную процедуру. Отчасти это удобно, но расходника мало, без суперинтендантов всего 4 штуки. А это значит, что просто так его использовать не стоит. Ну и последний светоч, дающий нагиб, это РЛС, которая бьет до 9 километров и работает 25 секунд. Конечно, наличие самой РЛС это офигенно, но время работы подводит. И вы крайне редко именно за одну РЛС сможете соло убить эсминец. А с тем учетом, что расходника мало, всего два без интенданта, ну вывод как бы напрашивается сам. Не додали, чтобы не имбовали. В любом случае, шороху благодаря этому навести можно. А если еще кто-то поможет в этом нелегком деле уничтожения кораблей, то как бы вы будете весьма полезным в бою. В общем и целом, живучесть у корабля сама по себе шлак. Маневренность не лучше, но для инвизного крейсера сойдет. А выживать в бою приходится за счет маскировки расходников. Если вы сможете правильно использовать эти преимущества, то корабль несомненно будет радовать. Ну хотя бы в чем-то точно у вас будет позитив. А вот негативы скорее черпанете далее. Из-за ряда параметров, которые накладывают заметные ограничения на ваши возможности. Настало время перейти к вооружению. И тут корабль выглядит диким обломом. Особенно для тех, у кого есть просто Белфаст. Может быть, конечно, на контрасте у меня так припекло. Но тем не менее, давайте обо всем по порядку. Наш главный калибр представлен четырьмя башнями по три 152-мм орудия в каждой. Из приятного здесь неплохие углы стрельбы. Их в принципе хватает для реализации фулл ГК. Помимо этого, точность на достойном уровне. Рассеивание снаряда в 139 метров. И ваши 12 пулек летят в основном туда, куда вы хотите. Ну и последнее, что можно выделить из достойного, это скорость вращения башен, которая составляет 180 градусов за 25,7 секунд. С тем учетом, что этот параметр можно улучшить, особых нареканий он не вызывает. И его хватает на вполне себе динамичный бой. Подытожим. Нам типа удобно стрелять всеми орудиями, а залпы точны. Но это не значит, что ГК просто реализовывать. Первый сдерживающий фактор это дальность стрельбы, которая составляет 15,4 километра, что для восьмого уровня, который может играть с десятками, это крайне мало. Таким образом, вам нужно втягивать противника в свою дальность стрельбы посредством личного сближения. Тут, конечно, на руку играет наша маскировка, зона, в которой мы можем отсветиться, очень большая. Только нужно понимать все равно риски. Сближаясь, вам потом сложнее отступить, если союзники отправятся на дно, и вражеский фланг, к примеру, пойдет в атаку. Ну или как минимум, если вас подсветят, а вы будете не в дымах, то вы станете ближайшей целью, и стрелять скорее всего будут по вам. Но даже если этого не происходит, вы втянули врага в дальность стрельбы, то частенько ему не так трудно взять и просто выйти из нее. Короче, в корабельные догонялки вы наиграетесь точно. Пока, кстати, будете играть, столкнетесь еще с таким недостатком, как баллистика и скорость полета снарядов. Тут, правда, нужно разграничить. Снаряды летят медленно, из-за чего брать упреждение сложно. Вы с трудом попадаете по относительно быстрым кораблям уже на 13-14 километров. Однако, из-за такой скорости полета снарядов, ваша баллистика позволяет перекидывать острова, и вам проще найти эффективное укрытие для скрытых и безопасных атак. Ну а мы подобрались к самому сладкому пирожочку моей личной ненависти к этому кораблю. Речь идет о перезарядке, которая составляет здесь 10,5 секунд. Пока все крейсера со 150-мм орудиями стреляют от 6 до 8 секунд, ну и да, есть еще магами на 150-ках и кд в 10 секунд, но там 15 стволов и дальность стрельбы так или иначе поболее, да и за счет маневров он живет получше. А есть еще крейсера на 180-ках или даже с 200-мм пушками, которые перезаряжаются 11 секунд, или там 10,5, всех и не упомнишь даже. Я это вообще к чему? Появляется Белфаст-43, который стреляет вот так вот, и черта с два он может перестрелять крейсера в равных условиях. То есть, если вы будете агрессировать на корабли, не представляя их возможности, то путь в порт, скорее всего, вам обеспечат быстро. Чтобы не выгребать на этом аппарате, нужно реально разбираться в игре и правильно выбирать себе противников. Ну и вспоминая ранее сказанные слова про инвиз и инициативу, я добавлю, что противника нужно переигрывать за счет занятия более выгодных позиций и получения права первого выстрела. Но даже это не гарантирует того, что вы задоминируете над крейсерами. Думать здесь приходится много, если хотите добиваться, конечно, крутых результатов. А так на дурака можно через дым и пылка пострелять, и какой-то урон точно набьете. Вот и получается, что типа замануха такая. Все просто, бери нагибай, а в бой попадаешь и где ж тут просто. Нужно вертеться как уж на сковородке, чтобы сделать что-то вменяемое. Ну да ладно. Думаю, основную мысль параметров ГК я донес. А теперь давайте поставим точку в артиллерии и взглянем на снаряды. Здесь, кстати, есть небольшой плюс в фугасах, потому что урон у них 2450, что для калибра очень даже не хило. Только вот шанс пожара 9%, а бронепробитие 30 мм. Что же касается ББшек, то не фигня. Урон у них всего 3100 при пробитии в цитадель, а эту самую цитадель можно разве что из крейсеров километров до 10 достать, в прямой бортец, и то не факт. Но дополнительно еще отмечу такой момент, что иногда можно линкором в бартинку пострелять. Урон может проходить куда поболее, чем от фугасов. В общем, в зависимости от ситуации, иногда стоит выбирать более оптимальный снаряд. Вот в общем-то так выглядит ГК и его возможности. ПМК трогать не буду, мы крейсер, и оно по определению фигня. И ближний бой не совсем вообще для нас. Долго там не прожить, но если уж так вышло, что противник слишком близко, то рассчитывать скорее всего вы будете на торпеды. И вот про них мы уже поговорим более детально. У нас есть 2 ТА, по 3 торпеды в каждом. Пускать мы можем их одной пачкой или в свойственной британцам манере по трубно. Из минусов можно выделить небольшую дальность хода до 8 километров, ну а также здесь плохие углы пуска, из-за чего нужно еще как следует раскорячиться, чтобы торпеды откидать. Эти два фактора нам тонко намекают, что добиться от этого вооружения эффективности не выйдет. Хотя все остальные параметры более-менее перезарядка 72 секунды, скорость хода 61 узел, заметность 1,3 километра, а урон 15867. В итоге торпеды могут быть орудием последнего шанса для того, чтобы забрать покалеченный линкор, ну или крейсер, или эсминец. Но по факту их можно пускать только на ход противнику и сделать их действительно серьезным аргументом в бою проблематично. А мы продолжим и перейдем к ПВО. Тут я бы сказал, что все не очень хорошо. У нас есть три ауры, дальняя до 5,8 километров, а урон в ней 81, средняя до 2,5, и вы не поверите, но урон в ней тоже 81, но и ближняя до 2 и уроном 144. Помимо этого тут 4 разрыва с уроном 1260 в каждом и диапазоном действии от 3,5 до 5,8 километров. Как вы понимаете, отбиваться от авиации вы самостоятельно не способны. Ну, по крайней мере, от авианосцев 8 и 10 уровня. А вот против шестерок вы еще худо-бедно что-то можете сделать. Но в любом случае, урона против самолетов у вас мало, и вашими лучшими друзьями являются маневры. Только общего высокого уровня угрозы от авиации это не отменяет. В боях нужно быть аккуратным и как-то умудряться придерживаться союзников. Если кто-то усилит просто ваше ПВО, может даже и пожить выйдет подольше. Но далеко не факт. По сути, это все, что можно сказать про характеристики корабля. Но перед каким-то итоговым мнением пройдемся по сборке. В плане модернизации я выбрал следующие. Первый слот – основное вооружение. Второй слот – защита машинного отделения или поисковые РЛС. Данная модка берется за уголь в Адмиралтействе. И, конечно же, она в приоритете. Улучшение РЛС дает вам дополнительный залп. И это очень хорошо. Третий слот – орудия главного калибра. Четвертый слот – рулевые машины. Пятый слот – системы маскировки. Что касается перков, то выбор пал на такие. Профилактика, отчаянный, суперинтендант, мастер маскировки, инерционка, взрывотехник и мастер-наводчик. Отмечу лишь, что инерционку же стоит брать обязательно, потому что основные враги – это эсминцы и линкоры. И если с первыми-то пробоя в любом случае хватит, то с ЛК его недостаточно. Ну и последнее – основные боевые сигналы. Сьерра Майк, Новембер Фокстрот, Индия Икс Рей, Виктор Лима, Икс Рей Папа и Джулит Чарли. В общем-то, как-то так я и играл. Теперь же давайте подведем итоги. Белфа 43 – корабль с рядом уникальных, но, конечно же, не новых решений. И да, некая имбовость из-за связки инвиз-быстрые дымы РЛС тут есть. Но является ли данный аппарат реальной имбой и несет ли он себе великое наследие обычного Белфаста – пожалуй, нет. Баланс дело тонкое, и здесь он четко заметен. Корабль слабо подходит для боев с десятками, да даже часто с восьмерками из-за своей дальности стрельбы. А перезарядка в 10,5 секунд, мягко говоря, не впечатляет. Корабль не выдерживает каких-то дуэлей с крейсерами, по крайней мере открытых, только лишь игра в крыску позволяет получать преимущество и порой побеждать. Против линкоров тут вообще комбо боли. Динамики корабля, то бишь маневренности, не хватает для успешного выживания. А из-за выше озвученных проблем с перезарядкой вы ЛК будете убивать ну очень долго. А вики Белфас тоже лупасят, и мстите вы за все страдания в итоге эсминцем. И то, как мстите, если вам никто не сопортит, то соло, эсминец, вы убить фуловой вряд ли сможете. Ну уж, за одну РЛС-то точно не убьете. И вот это вот все заставляет нехило так попотеть, чтобы добиться хороших результатов. Последнее, что тут стоит упомянуть, это фарм. Фармит корабль как добротная восьмерка, потому что часто в ваших целях эсминцы, и за них серебришка-то насыпают. В целом же все, как и всегда, зависит от вашей игры. А хорошая игра вознаграждается достойным фармом. Стоит ли этот корабль своей цены или нет? Судить не мне. Я вроде все поведал о корабле. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте тыкать пальцы вверх, подписываться на канал, кто этого еще не сделал. Оставляйте комментарии, вступайте в ряды спонсоров. Ну а мы с вами увидимся в боях. Всем пока.